Областная дума утвердила проект закона о бюджете на 2013 год. Львиная доля региональной казны в 59% будет израсходована на социальные нужды. Согласно майским указам президента, в следующем году предстоит увеличить зарплату отдельным категориям работников в бюджетной сферы. Однако спланировать бюджет так, чтобы хватило всем, конечно не вышло. Еще при принятии бюджета на 2012 год мы приняли постановление, в котором записали по итогам первого квартала 2012 года рассмотреть вопрос об увеличении средств на детское питание в размере до 25 рублей. Прошел год, ничего не исполнили. В итоге коммунисты проголосовали против. Их предложение сократить расходы по другим статьям и отправить сэкономленные деньги тем же школьникам на обеды не поддержали. В частности, КПРФ предлагала урезать затраты на содержание представительства Ивановской области при правительстве Российской Федерации. Губернатор отметил, в работе без этого органа власти обойтись нельзя. И добавил, что специалистам, которые трудятся в столице на благо региона, и платить приходится по московским меркам. Мы вынуждены при правительстве Российской Федерации, в представительстве Ивановской области, делать ставки чуть-чуть повыше. То есть там у нас уровня начальников отделов работают люди, минимум. Потому что, ну действительно, там за те заработные платы, которые мы можем предложить, просто никто, грамотный юрист, не сможет работать. А мы прекрасно понимаем то, что это сопровождение нашей работы по отстаиванию интересов в правительстве Российской Федерации, в каждом министерстве, в ведомстве. Спикер Сергей Пахомов отметил, что в бюджете на следующий год имеется сразу два качественных изменения. Во-первых, серьезно снижена доля дефицита. Мы взяли всего лишь один миллиард заемных средств, вместо традиционного предельного дефицита, два с половиной, три миллиарда мы занимали в последние годы практически всегда. То есть направление жить по средствам сейчас мы начали реализовывать. Во-вторых, со следующего года у области будет свой резервный фонд. Это 200 миллионов рублей. Деньги отложены на софинансирование федеральных программ, в которые регион войдет в течение года. При благоприятном раскладе эти 200 миллионов смогут привлечь около одного миллиарда федеральных средств.